Добрый день, дорогие друзья! Сейчас еще несколько минут подождем к нам присоединяться и начнем. Сегодня будем говорить о дыхании, о тренировке дыхания. И я бы хотел разделить на две, даже на три части, что сегодня мы поговорим, как укрепить нашу дыхательную систему и подготовить к возможным стрессам, испытаниям, возможно и к коронавирусу, потому что практически 95% всего населения переболеют этим вирусом. И как мы знаем, идет поражение легких, поэтому сегодня поговорим как раз о дыхании, как нам себя подготовить и вообще просто разобраться, как пользоваться этим механизмом. Можно разделить дыхание на две части, аэробное и анаэробное. Аэробное – это потребление тислорода, это то, что мы делаем всю жизнь механически. Мы потребляем тислород, он попадает в легкие вальвеолы, идет газообмен. Тислород через мембрану попадает в кровь, оттуда выделяется углекислота, мы ее выдыхаем. И вот этот процесс, он механически у каждого человека происходит ежесекундно. И наша задача – научиться использовать вот этот механизм в своих целях. На что может влиять дыхание? В первую очередь, сегодня мы разберем 4 упражнения, с помощью которых мы сможем запустить диафрагмальное дыхание. В дыхании в основном, мы знаем, используется верхняя, средняя часть, диафрагмальная. При сегодняшнем заболевании, при COVID-19, в основном поражается нижняя часть легких. И у среднего человека, как правило, она не задействована. В основном, мы знаем, что женщины дышат верхним отделом, мужчины часто больше подключают дыхание животом. И это вот первая часть – аэробное дыхание. И что такое анаэробное? Анаэробное – это зародышевое дыхание. Ребенок, находясь в утробе матери, у него нет поступления кислорода, но, тем не менее, он развивается. И у него работает тканевое дыхание. И процесс выработки энергии, АТФ, он продолжается за счет тканевого дыхания. Наша задача на первом этапе научиться просто правильно дышать за счет определенных упражнений. Затем мы потихоньку начинаем дыхание растягивать. Затем мы подключаем задержки. И вот с этого момента, с момента задержек, мы уже начинаем учиться анаэробному дыханию, тканевому дыханию. Ну вот сейчас у нас получится где-то минут 10 я расскажу теорию. Может, она немножко будет скучная. Потом отвечу на вопросы и в самом конце дам 4 упражнения базовых, которые, если мы регулярно делаем, допустим, 20 минут утром, 20 вечером, через 2 месяца у нас совершенно изменится состояние. Так вот, анаэробное дыхание, тканевое, это, в общем-то, самая главная часть, к чему мы будем готовиться нашими упражнениями. Первый этап, это, как мы сказали, мы разбираемся в обычном дыхании, и затем мы начинаем дыхание использовать для управления энергией. Скажем, в нашей официальной медицине у нас нет даже такого понятийного понятия, как управлять энергией, поэтому я сегодня буду часто прибегать к индийской аюрведе, и мы возьмем как раз плац знания о пранах, которые управляются полностью нашим дыханием. У нас 5 видов праны. Прана — это эфирная энергия, которая выделяется нашим телом, и если мы подведем руку к нашему телу, мы почувствуем тепло, и можно сказать, что это да, это праническая энергия. Пять видов праны. Вьяна — это всё тело, удана, прана, самана, апана. Пять видов энергии. И наша задача с помощью дыхательных упражнений, когда мы начинаем делать задержки, затем мы начинаем делать замки, то есть мы удерживаем, у нас как бы три основная базовая диафрагма. Это диафрагма тазовая, это диафрагма, которая разделяет лёгкие брюшную полость, и диафрагма в районе ключицы и горла. Так вот, три основные энергии — это прана, это апана и это самана. Самана — это район живота. Так вот, в процессе дыхания очень много в Айрведе говорится, что самое главное — это соединить две энергии. Это энергию праны и энергию апаны. Энергию апаны — это дефекация, это мочеиспускание. Эту энергию нужно поставить под контроль. Поэтому, когда мы выполняем дыхательные упражнения, мы часто поджимаем анус. Китайцы говорят о том, что поджимается копчик, и мы должны научиться вот эту энергию апаны, её не выбрасывать. Поэтому в процессе дыхательных упражнений, это уже как бы дальнейшая ступень, мы вот эту энергию апаны, мы её должны всегда поднимать вверх. Тогда мы то, что мы накапливаем в процессе дыхания, то, что у нас в районе позвоночника, в районе, скажем, системы ликварной жидкости, так как, в конце концов, дыхание должно направиться внутрь, не только в лёгких, но и должно работать в позвоночнике. И вот эта нижняя энергия апаны, она не должна выбрасываться. Поэтому, так называемое в Айурведе понятие замков, их нужно держать. Это во всех, в принципе, традициях. И в Китае, и в Корее, и в Иподе. Нижний замок мы поджимаем во время упражнений анус, мы поджимаем копчик, и эту энергию мы стараемся поднимать. А энергию проническую, то, что мы дышим и дыханием собираем энергию в груди, она не должна идти вверх. Если она идёт вверх, возникает как раз артериальная дипертензия, поднимается давление, головная боль. То есть, эта энергия должна идти вниз. И в конце концов, при гармоничном дыхании, эти две энергии, они должны встретиться в районе солнечного сплетения. Как раз этот центр самана. И вот это соединение двух энергий, оно и даст вот этот взрыв внутренней энергии. Или, если с точки зрения медицины, вот эта энергия, которая вырабатывается благодаря АТФ. И мы уже можем пользоваться вот этой диафрагмальной энергией. Но это как бы считается на определённом этапе один из самых главных моментов. Как только мы научились управлять этой внутренней энергией, мы с помощью дыхания можем уже перейти к направленному дыханию лечебному. Можем направлять по любым каналам. Ну, с точки зрения, опять же, 72 тысячи каналов НАДИ. И мы можем, об этом в литературе очень мало сказано, но мы можем управлять большей частью наших каналов. Или, допустим, в данном случае, если на сегодняшний день у нас проблема как раз пневмонии, и мы можем управлять меридианом лёгких, который, кстати, совмящён с меридианом толстого тишечника. На сегодняшний день вот эта коронавирусная инфекция уже после нескольких месяцев изучения уже медицина пришла к выводу, что в первую очередь идёт поражение крови, идёт поражение эпитерия, который выстилает кровеносные сосуды. И за свёртываемость крови как раз отвечает эпитерия. И вот у меня здесь на подоконнике стоит в кабинете микроскоп. И на многих пациентах, на себе я специально проэкспериментировал. Мы берём капельку крови, смотрим, выводим на телевизор на большой, и кровь, она в основном в состоянии такого стаза. Она мало течёт, она немножко сгущена, где-то эритроциты среплены. И мы делаем 10-15 минут упражнений, и кровь разрепляется, в частности эритроциты. Начинается более активное движение эритроцитов. Так вот, я начал как раз с того, что на сегодняшний день вот эта коронавирусная, как я её назвал, пневмония или пневмонит, она в первую очередь поражает сосуды, она поражает эпителии. И эпителии, он как раз отвечает за свёртываемость крови. И в данном случае те сосуды, которые питают лёгкие, они происходят тромбоз. Потому что итальянцы, когда стали вскрывать тела умерших от коронавируса, они обнаружили, что огромное количество сгустков. То есть, нарушается питание альвеол. А у нас лёгкие состоят из 300 миллионов альвеол. Если эти альвеолы развернуть, это будет 75 метров, то есть, огромное поле, 75 квадратных метров. Так вот, нет питания артериальных сосудов, и альвеолы, они начинают заполняться жидкостью, происходит выпад. И вот поэтому, когда мы делаем компьютерную томографию, там говорят, пятна как матовое стекло. И причём, чем больше тромбоз сосудов, тем быстрее идёт поражение лёгких. И у меня каждый день, я где-то 5-6 часов трачу на консультации вот этих коронавирусных больных, и у меня уже несколько случаев, когда 75% лёгких на КТ, то есть, там вообще всё полностью лёгких не видно, только верхушки лёгких. То есть, 75% лёгких, они поражены. Первоначально думали, что эти альвеолы лопаются, но, скорее всего, идёт воспалительный процесс, и их просто под этим воспалением не видно. И в данном случае, вот как раз дыхательная димнастика, она в первую очередь, даже за 10-15 минут этой димнастики, как раз идёт действие, в основном для борьбы с тромбозом, мы используем антикоагулянта. И в данном случае димнастика, как раз играет роль разжижителя этой крови. То есть, за 10-15 минут, вот эта склонность к тромбозу, она уходит, кровь становится более активной. Ну вот, у меня уже десятки случаев, я посмотрел на микроскопе. То есть, исследование нативной живой крови, это самая точная диагностика, потому что, если мы делаем, допустим, клинический тест крови, допустим, на эритроциты, их совершенно нормальное количество. Демоглобин, опять же, нормальное количество. Если мы смотрим на больного коронавирусом, с коронавирусной пневмонией, то вся кровь слеплена, эритроциты слеплены, они разрушены. И самое главное, демоглобин, который должен наполнять эритроцит, демоглобин тоже разрушается, и там просто белые пятна. То есть, эритроциты, они становятся абсолютно пустыми. Ну, это вот вкратце рассказал аэробное и аэноэробное дыхание, что дыхание, если мы начинаем заниматься упражнениями, мы его удлиняем, делаем задержки. Это уже как бы я сегодня об этом дыхании не буду говорить, но потенциально. И потом мы можем управлять уже механизмами, энергетическими каналами. Мы можем влиять на гормональную, на эмоциональную систему, мы можем влиять на органы, мы можем влиять практически через дыхание на все системы. Ну вот, единственное правильно ровное дыхание, я бы хотел такой интересный случай рассказать. В 1994 году, когда я приехал в Индию на Кумбамелу, в Аллахабад, мне тогда были огромные такие камеры, я на плече носил 7 килограмм, и мне встретился очень интересный случай. Есть такой святой пилот Баба, и его близкая ученица Матаджи японская, мне позвали, что давай пойдем, там будут откапывать женщину, которая, по-моему, там около недели она провела под землей. То есть маленькая такая земляночка, положили на стел из досок, метровый слой земли, то есть нет поступления кислорода, она неделю там находилась. Я с этой камеры как раз, когда подошел, там такая толпа была около 5000, меня пропустили, как я представился журналистом, я как раз вот ее заснял, и потом с ней познакомился, уже подружился, и очень часто вот она и в Россию приезжает, мы общаемся. Так вот, она провела 7 дней под землей, без внешнего поступления кислорода, это как раз вот это зародышевое, тканевое дыхание, которому мы в конце концов должны как бы научиться им пользоваться, не в такой мере, или допустим сам пилот Баба тоже по телевидению, в интернете даже об этом есть, его помещали в огромный аквариум, там 3 на 3 метра, одевали пояс с песком, и он под наблюдением врачей в течение недели находился под водой, то есть все функции в него сохранялись, и опять же именно работало вот это зародышевое дыхание. Но это вот вкратце рассказал, как бы две основные функции, это очень-очень такой самый краткий обзор дыхания. Сейчас давайте мы ответим на вопросы, и в конце уже я дам 4 базовых упражнения, которые вот на прошлом моем выступлении меня попросили как бы составить небольшой комплекс упражнений, которые бы каждый человек мог выполнять, и он бы был подготовлен к проблемам бронхолегочным, к церкоидозам, к бронхитам, к астмам, и конечно вот к пневмонии, вот это коронавирус, на которой, опять еще раз повторяю, коронавирусом 95% людей переболеют. Дыхание это самое лучшее средство защиты, и потом в следующее выступление уже расскажу дыхание, которое могут выполнять люди, у которых уже есть пневмония. Это не говорит о том, что если у человека, допустим, 50% легких уже поражено, и мы только дыханием. Нет, обязательно лечение, обязательно прием антикоагулянтов, противовирусных препаратов, ну, целую систему под наблюдением своего врача, но дыхание нам значительно поможет. Так, сейчас давайте отвечаем на вопросы, я вот сейчас смотрю в компьютере. Значит, вот первый вопрос, амиродное дыхание, это то дыхание, которое вы даете женщинам, женское дыхание матка? Нет, это совершенно другое дыхание, я для женщин даю женское дыхание, так как огромный такой резерв энергии еще у женщин дополнительно, в отличие от мужчин, простата — это рудимент матки, это маточное дыхание, если женщины, допустим, изучат это дыхание, они открывают невероятный потенциал, во-первых, женской энергии и чисто жизненной земной энергии, то есть их энергопотенциал, вот с моей точки зрения, он возрастает в два-три раза. Ну вот я часто вот в семинарах как раз рассказываю, что мы в своей жизни, мы используем один процент наших нейронных связей, 99 они спят. И примерно, я составляю вот систему долголетия, она как раз состоит в том, чтобы запустить вот эти 99%, так вот я считаю, что 30% нейронных связей их можно запустить как раз с помощью дыхания. То есть это не просто какая-то там блажь или просто димнастика, допустим, как мы занимаемся аэробикой, допустим, или там рукопашным боем. Это глубинная вещь, с помощью которой мы можем управлять невероятным количеством процессов. Так, следующий вопрос. Значит, какой объём лёгких у малышей и у взрослых? Ну, у малышей объём лёгких, ну, допустим, в 4 года это литр 200, в 12 лет у него литр 700, а у взрослого нормального человека это 4,5 литра. Ну, из них мы знаем, что 1200 это как бы такой резервный запас, потому что, когда мы выдыхаем, мы выдыхаем не полностью. Всегда примерно вот 1200 остаётся внутри, в альвеолах, то есть это как бы тот мёртвый запас, который, в принципе, может потом использоваться и в тканевом дыхании. Вот женское дыхание помогает от коронавируса и пневмонии, и для иммунитета. Ну, женское дыхание, это вообще, я считаю, что женщина, ну, это природа одарила вот этим определённым резервом, который женщина может использовать. И, конечно, иммунитет, он значительно поднимается, и, конечно, с вирусом женский центр он не справится, но я считаю, что в чём задача, чтобы коронавирус не поразил нашей люди, это именно поднятие иммунитета, чтобы вирус, если даже он попадёт, мы, допустим, собой занимаемся, затем попадаем, допустим, в среду вот этих инфицированных пациентов, мы заражаемся, у здорового нормального человека никогда вирус он не проникнет и не размножится. Вот это единственная задача, что, с одной стороны, если антитела, допустим, у многих врачей или переболевших, у них вырабатывается иммуноглобулин G, и человек уже не может заболеть. Но если у человека даже нет этого иммуноглобулина, он может иммунитет поднять до такой степени, что вирус не размножится. Или это будет просто лёгкая температура, вирус не поразит эпителий сосудов, он не поразит лёгких, то есть человек отделается просто лёгкой простудой. Помогает ли занятие йога при заболевании лёгких и для поднятия иммунитета? Ну, йога — это, скажем так, статические, физические упражнения. Это, я считаю, одна из самых великолепных гимнастик, потому что, когда мы начинаем заниматься более-менее серьёзным дыханием и уделяем этому 20-40 минут, мы сталкиваемся с тем, что у нас спазмированы мышцы, что нам мешает тело. Во время дыхания у нас начинает где-то что-то мешать тянуть. Поэтому, конечно, вот этот стретч, эти упражнения, которые нам Восток подарил, их обязательно нужно делать для поднятия иммунитета. Ну и особенно, если человеку, допустим, за 50, я вообще считаю, что тело должно вновь, если человек хочет прожить по крайней мере 90-100 лет, тело должно быть мягким, дибким, ну, как в 17 лет, ну, даже дибче. Знаете вы людей, у которых лёгкие 6-8 литров? Ну, в принципе, те, кто занимаются, вот у меня есть знакомый, ему 68 лет, он профессиональный боец рукопашный, и он в 60 лет занялся подводным плаванием, начал делать специальное упражнение, упражнение дыхательное, у него задержка 6,5 минут, он ныряет без акваланга более чем на 70 метров, я думаю, у него объём лёгких до выше 6 и даже 7. Быстрая и долгая ходьба, помогает ли в тренировке лёгких? Ну, сразу вот даю упражнение такое, можно сейчас будет попробовать выполнить, что дыхание, по своей сути, его вначале нужно сделать осознанным, ну, то есть, вдох-выдох, если мы начинаем его контролировать, ну, вот первое осознанное дыхание, это во время ходьбы, это очищающее дыхание, допустим, мы идём равномерно, и мы делаем на 2 шага вдох носом, и на 2 шага выдох ртом, и мы находим определённый ритм, затем мы на 3 шага делаем вдох носом, выдох ртом, потом, когда мы как бы вошли в этот ритм, до 4, до 5, до 6, вот давайте сейчас попробуем, допустим, на 2 шага, ну, шаги можно, вот, допустим, раз, два, это шаги, и вот попробуем, вдох на 2 шага, на 2 шага выдох, на 2 шага, на 3, вдох носом, выдох ртом, вдох носом, выдох ртом, то есть, на 3 шага, на 4, мы делаем вдох носом, выдох ртом, если мы, допустим, уйдём час, мы начинаем замечать, что мы, допустим, дошли до 8, мы не устали, мы переключились, мы начинаем переключаться уже на аэнаэробное дыхание, вот это как раз второе дыхание, о котором часто говорят, что человек, у него открылось второе дыхание, это именно тканевое дыхание, вот один из способов использования дыхания, это во время ходьбы, и плюс к этому мы можем при этом, при каждом шаге, если мы внимания начинаем обращать на мышцы стоп, голени, бёдер, мысленно расслаблять, и уже дыхание направлять на расслабление мышц, это уже будет следующий этап, то есть, это будет очень сильная тренировка, потому что научиться правильно ходить и правильно бегать, это просто невероятная вещь, этому нужно учить, потому что даже бегуны, они все работают на физике, в данном случае, вот как раз вот это второе дыхание, мы можем уйти совершенно на другой уровень, вот как раз почему китайцы, невероятный прогресс сделали в спорте, они включили свою культуру, вот один мой знакомый, Люси Ньюи, он две сборные олимпийские, тренировал, он один из ведущих мастеров в Китае, и он давал свои практики цигуна, практики дыхания, и как раз открывал возможности использовать внутренние резервы. Следующий вопрос, вопросов много, извините, приходится подробно отвечать. Если дыхание тяжелое на КТ, все хорошо, что может быть? Конечно, может быть и бронхит, вот на сегодняшний день, вот эта коронавирусная инфекция, и она по симптомам очень похожа на РВИ, на ОРЗ, вот сейчас начинается поленос, уже начался, то есть реакция на светение у многих людей, закладывает нос, закладывает горло, и вот эти все признаки можно спутать с коронавирусом. Конечно, это может быть и обычный бронхит, это тяжелое дыхание, это может быть и астматические вещи, аллергические вещи, то есть нельзя все складывать в кучу, и вот самое главное, анализы, то, что мы берем слизистую с горла и с носа, и даем на анализ положительно-отрицательный коронавирус, очень много ошибок, и даже, к сожалению, вот сейчас многие тесты по крови, на антитела, тоже много ошибок, по крайней мере, по своим пациентам смотрю, что человек 8 раз сдает тест на слизь, и затем он сдает на антитела, и оказывается, вот эти первые 8 тестов, они отрицательны, нет коронавируса, а потом он сдает на кровь, оказывается, коронавирус есть, то есть, к сожалению, очень неточная диагностика, но КТ как раз очень точно показывает, если нет матовых пятен, то, по крайней мере, легкие не задеты. Вот, Апана, это вы из йоги говорили, а вы чувствуете свою Апану? Значит, ну, я как бы занимался, жил много лет в Индии, занимался, изучал Арведу, это Арведическое, Идическое понятие, Индийское понятие, я, конечно, каждый день, обязательно час-полтора занимаюсь дыханием, первый раз начал заниматься в 12 лет, сам придумал все дыхательные упражнения, с 12 лет, а каждый день делаю дыхательные упражнения, и, конечно, эту энергию, в первую очередь, нужно научиться чувствовать, потому что мы, как раз вот эту энергию, это влечение к другому полу, это дефекация, это выход жидкости из нашего организма, эту энергию, конечно, нужно поставить под контроль, я, конечно, обязательно на это уделяю огромное внимание. Как вы относитесь к холотропному дыханию по Вимхофу? Ну, холотропное дыхание, ну, с одной стороны, если у человека дипертония и сердечные вещи, оно, скажем, холотропное дыхание больше не для здоровья, оно больше для исследования психики. Вот, оно очень близко к индийским упражнениям, это бхастрика, это капалабхати, и, ну, это западный вариант, очень много западной димнастики, вот, если будут вопросы там по Бутейко, по Стрельниковой, я тоже этим занимался, вот, в юные годы, ну, скажем, вот, 17, 18, 19 лет, и пытался понять, это, как бы, взятые вещи из традиции, я вот человек традиции, считаю, что, если есть, допустим, в Китае традиция дыхания, в Индии традиция дыхания, в Православии, у нас тоже есть эсихазм, и есть традиция правильного дыхания с молитвой, и нужно именно свою традицию соблюдать, скажем, допустим, ну, вот, Бутейко он взял частично из восточной димнастики, из Трельникова, и то же самое, из этих восточных димнастик взято холотропное дыхание, ну, то есть, есть традиции, можно пользоваться традицией, если мы не способны, допустим, взять в полном объеме, тогда можно, конечно, делать, вот, определенные лечебные вещи, или вот, как холотропное дыхание. Зачем выдох ртом? Мы же обычно дышим носом. Почему мы вдыхаем носом? Наша слизистая нос, она выделяет слизь, на слизи, значит, оседают микробы, вирусы, как только много или пыли накопилось, слизь выделяется, и мы просто высмартируемся. Почему выдох ртом при очищающем дыхании? Это больше русская традиция, она взята из казачьих традиций. Это очищающее дыхание, вот, практически, я много лет, и даже на сегодняшний день выполняю упражнения, когда мне нужно расслабить мышцы, я всегда прибегаю к этому дыханию. Ну, примерно оно выглядит так. И мы направляем вот этот поток в мышцы, в связки. С точки зрения физиологии, здесь не хочу об этом трактовать, это такая практическая, традиционная вещь. То есть, я могу единственно сказать, что после многих лет ее использования, я могу сказать, что это одна из самых сильных традиций дыхания очищающего, расслабляющего. Значит, можно ли делать вдох и выдох носом? Но, скажем, в восточной династии там, конечно, носом. И даже очищающие династии, допустим, там ряд упражнений, 6-7 базовых упражнений, капалабхати, допустим, пхастрика, это очищающее дыхание. Они делаются носом, уджая делается носом. И в данном случае, скажем, для расслабления мышц, вот это наша традиционная, она, конечно, намного сильнее работает, но для накопления энергии, работы с позвоночником, чтобы энергия не выходила из тела, можно дышать вдох носом, выдох ртом. То есть, вот эти индийские димнастики, там в основном вдох носом и выдох носом. Если начинает голова кружиться при дыхании, значит, что делать? Ну, вот что можно сказать, что, допустим, если мы вводим какой-то, допустим, антикоагулянт, мы вводим какое-то лекарство внутривенное, обычно это в районе сгиба локтя, очень мало веществ попадает в сосуды головного мозга. И для того, чтобы воздействовать на сосуды головного мозга, вот как раз дыхание, это одно из самых быстрых способов. И вот, если мы начинаем, допустим, заниматься дыхательной димнастикой, и у нас легочное диафрагмальное дыхание не отренировано, допустим, мы делаем капалабхоти, то через, допустим, 50-100 дыханий начинает кружиться голова. Это первоначально это норма. То есть, мы когда к упражнениям перейдем, что здесь единственное, что не нужно переусердствовать, пока для начала не нужны задержки. И вот как раз кружение головы, это вот энергия проническая, это как раз поднимается в голову. Если мы эту энергию опустим вниз, то головокружение сразу уйдет. Поэтому диафрагмальное дыхание и соединение прана-пана это основная базовая вещь, потому что поднятие энергии как раз в голову вызывает головокружение. Как вы относитесь к методу дыхания по бутейко? Покажите упражнения дыхания при эмфизии легких, на КТ, все нормально, но много отходит слизи. Но вот яг-бутейко очень положительно, один из немногих он эту гимнастику разрабатывал в Новосибирске, потом приехал в Москву, у его ученицы я в свое время учился, она рабочая и при многих заболеваниях, допустим, при бронхиальной астме в многих случаях помогает, при бронхитах, при всех легочных она очень хорошо работает. Но единственное, здесь такой интересный момент, что гимнастике придумываются в основном вот такие, скажем, нетрадиционные. сам Бутейко он воевал в Великую Отечественную войну и вот я когда с ученицей разговаривал, он прошел на фронте все пять лет, не получил ни одного ранения, но у него видимо был ушиб, был звон в ушах и даже какое-то время была дипертония и где-то он под себя разработал эту систему, потому что она прекрасно работает при дипертонии. Поэтому я считаю, что можно пользоваться этой димнастикой при эмфиземе легких. Значит, следующий раз, не знаю, через неделю это у наших девушек нужно будет узнать, я как раз буду рассказывать и давать четыре упражнения при поражении легких. Саркоидоз, эмфизема, воспаление легких, бронхиальная астма или там хронический бронхит, как дышать и лечить себя при поражении легких. как не допустить дипоксии, но дипоксия она может быть с одной стороны из-за того, что допустим, спертый воздух, закрытое помещение, мало тислорода, дипоксия может быть из-за проблем в оливиолах, потому что там происходит именно газообмен, это может быть и тканевые нарушения, здесь нужно смотреть причину дипоксии, но в любом случае через дыхание мы эти проблемы решаем. Давайте мы начинаем тогда с упражнений, потому что, прошу прощения, что быстро так не могу отвечать на вопросы, это будет очень поверхностно, лучше мало, но качественно, а затем, может быть, мы в инстаграме на остальные вопросы более подробно ответим письменно. Значит, первое упражнение, это называется Нади Шотхана, это одно из самых первоначальных базовых упражнений, если кто-то смотрит, могут и, может быть, подключиться мастера, это, конечно, не для вас, вы все это знаете, или люди, кто занимается китайскими вещами, эти упражнения я даю для начинающих. Нади Шотхана, Нади, это мы знаем на санскрите, это канал, Шотхана, очищение, очищение каналов, потому что, в первую очередь, для более серьезных упражнений, упражнения, направленные на растяжение дыхания, и тем более на задержках, вначале нужно, чтобы тело было подготовлено, и наши каналы проработаны, мышцы, связки, тело, оно тоже желательно, чтобы было мягким. Значит, первое упражнение, значит, мы соединяем безымянность с мизинцем, у нас участвуют эти два пальца, и большое, эти два пальца мы можем положить на топ, и мы дышим попеременно одной ноздрёй, выдыхаем другой. Ну, начнем, допустим, на пять, мы делаем вначале, пять, вдох, левый, ее зажимаем этими двумя пальцами, и затем на пять счета мы делаем выдох правый, затем правый вдох, на пять, на пять, выдох, и затем мы постепенно можем на семь, на восемь, на девять, и можно дойти, допустим, до тридцати, то есть, один вдох, но это уже более продвинутые люди, один вдох, выдох в минуту, вот как раз мы начинаем уже запускать в данном случае, пока без задержек, уже тканевое дыхание зародышевое. Давайте сейчас вместе попробуем, то есть, эти два пальца можем положить на лоб, и зажимаем большим пальцем правую ноздрю, и на пять, начинаем медленно, без шума, делать вдох, пять, теперь освобождаем правую ноздрю, зажимаем безымянным пальцем левую, теперь делаем вдох на пять правой ноздрю, зажимаем большим пальцем правую ноздрю, выдох, делаем левую, ну, давай, сейчас дышим, вдох, левую ноздрю, левую ноздрю, раз, два, три, четыре, пять, зажимаем, выдох, раз, два, три, четыре, пять, то есть, мы попеременно вдохнули левую, выдохнули правую на пять, вдохнули правую, выдохнули левую, хотя бы четыре-пять минут утром, четыре-пять минут вечером, и если нам абсолютно легко на пять, мы можем перевести на семь, на десять, и можем хоть до тридцати, это только вот, кто занимался плаванием, или профессионально, спортом, вначале лучше не торопиться, здесь это не спорт, не нужно делать рекордов, наша задача просто проработать вдох, выдох, и, конечно, если мы можем внимание уделять потоку энергии снизу, и поток сверху вниз, это будет дополнительный плюс, у нас три, ну, если мы с точки зрения Аюрведа, там три основных базовых канала, и до пингала, и сушумно, срединный канал, так вот, в данном случае мы прорабатываем, если вдыхаем левой, то мы представляем, как с области копчика по позвоночнику идет энергия, выдыхаем правый, и сверху вниз идет до копчика, опять поднимается с копчика на вдохе через правый выдох, и таким образом мы уже начинаем прорабатывать те каналы, которые находятся в позвоночнике, в конечном счете, конечно, потом это дыхание нужно переводить уже на так называемую ликварную жидкость, которая находится в позвоночнике, потому что это является базовой такой голограммой нашего организма, если мы дыханием сможем влиять на нее, то есть мы можем как раз 30% нашего потенциала внутреннего использовать. Первое упражнение Нади Шотхана. так, вот сейчас здесь пришел новый вопрос по поводу задержки и сколько раз делать первое упражнение. Мы говорили, что задержки они желательно через какое-то время, если, допустим, там в прошлом пловец, ему это очень легко делать, если он хочет сделать задержку, то задержку лучше делать на выдохе. и пока внимания не обращать, допустим, мы на 5-10 сделали вдох, на 5-10 выдох и просто задержали так, чтобы пока не было напряжения. Затем право мы опять вдыхаем, пока на вдохе не надо, допустим, 5-10, выдыхаем 5-10 и опять на выдохе. Желательно, конечно, чтобы все выдохи для тканевого дыхания, для легочных проблем, желательно, чтобы все выдохи, они даже были чуть-чуть дольше, чем вдохе. И пока мы учимся задерживать и делать на выдохе. На вдохе это уже специально так называемые банки, замки, то есть они в трех диафрагмах, я уже об этом говорил, вот ключичная область диафрагмы, диафрагма, которая разделяет легкие и живот, и диафрагма, которая в области таза, тазовая диафрагма. Вообще диафрагмах 16, мы сейчас говорим о трех. Так вот, воздух запирается при задержках, вот как раз, чтобы вот эта апана не выходила вниз, а прана не стреляла вверх. Головокружение, гипертония при дыхании, головная боль, это всегда, когда вот эта прана, она поднимается в голову и уже нарушает микроциркуляцию мозга. сколько делать эти упражнения? Ну, так как я дам сейчас четыре упражнения, ну, хотя бы делать каждое упражнение по пять минут. Но вот эти Наде Шотхана я бы на первое место поставил, можно до десяти, до пятнадцати минут, до двадцати, потому что несмотря в свое время, когда мне в Энде показали это упражнение, мне показалось оно абсолютно примитивным, и я его понял только много-много лет спустя, что через вот это дыхание, его именно на задержках, потом, точнее, на растягивании дыхания, потом на задержках, потом вот с этими сбанхами, то есть она может дать невероятное открытие нашего зародышево тканевого или анаэробного дыхания, которому, ну, в конце концов, если человек занимается, он все равно к этому придет, потому что, ну, это наш потенциал, потенциал наш изер. Второе упражнение, это Капа Лабхати, Капа это голова, Лабхати это сияющая, сияющая голова, это как раз один из способов проработки сосудов головы и проработки диафрагмального дыхания. Каким образом оно делается? Внимание только на выдох, выдыхаем носом, я сейчас дам три простых упражнения. Первое, для этого упражнения желательно руками мы упираемся в наши бедра, просто чтобы немножко был упор. Мы делаем резкие выдохи и концентрация, есть разновидность этого дыхания, когда мы концентрируемся на голове. Я бы сейчас сразу не советовал, потому что могут быть дипертонити, сердечники, поэтому внимание может сейчас быть на диафрагме и при каждом выдохе мы как бы шлепаем, делаем вдох внутрь себя, втягиваем живот и таким образом оно делается. Может быть я буду выглядеть не сильно красиво на камере. Давайте сейчас все вместе, ну хотя бы сделаем 30. Начали. хорошо. Надеюсь, что у всех получилось. Каждый раз мы втягиваем живот внутрь и так шлепаем животом. И пока внимание вниз, пока мы не делаем задержки, потом конечно со временем обязательно нужно поджать анус, поджать подбородок и сделать замок здесь. Третий замок как раз в области диафрагмы между брюшной полостью и вот как раз вот это то дыхание то, что мы сейчас наработали, прочистили, конечно, оно должно затем работать. Но пока просто мы дышим. Допустим, мы сделали 30-50, если человек более-менее тренированный, минуту отдохнули и опять 30-50. Минуту отдохнули и опять 30-50. Ну, скажем, 3-4 раза по 30-50 мы делаем. Так, я смотрю сейчас. Да, уже говорят, что мало времени осталось. Даю еще два упражнения. То же самое, только с выбросами рук. Также 30 делаем. И последнее. Давайте вместе сделаем и на этом закончим. мы руки выбрасываем вверх и также делаем выдох. Начали. Сейчас энергия пошла как раз энергия пошла вверх. И вот сейчас успокаиваем дыхание. И вот как раз прана никогда не должна идти вверх. Она должна идти в область живота и там встречаться сапаны. Но мы пока не делаем задержки, поэтому просто опускаем мыстинную энергию вниз, чтобы у нас не было перегруза головы и чтобы не поднялось давление. Вот на это обратить внимание. Вот последнее я сейчас сам сделал. Смотрю, что видимо по такой энергетической реакции тех, кто меня слушает, что у кого-то немножко поднялось давление, поэтому сейчас нужно успокоить и все опустить. Если немножко дипертония, сердечная, вот это мы исключаем. Тогда мы делаем три упражнения. Это как предостережение. Самое главное не навредить. Самое главное не навредить. Вот получается четыре упражнения. В следующий раз я дам четыре упражнения для легочников. Те, кто болеет допустим коронавирусом, у них пневмония, бронхиальная астма, саркаидоз или эмфизема. Так что спасибо за внимание. Постарайтесь хотя бы двадцать минут утром, двадцать минут вечером делать это даст невероятные результаты. Я каждый день стараюсь час-полтора тоже делать дыхательное упражнение. Делаю с молитвой дополнительно. То есть мы можем подключать в данном случае уже другие наши намерения или допустим молитву. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Спасибо.